Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня наша встреча тематическая и тема достаточно весомая, я бы сказал. По крайней мере, должна быть интересна всем, кто так или иначе связан с торговлей, с биржей. С этой вот замечательной историей под названием трейдинг. Тема такая, биржевая торговля товарами и энергоносителями. А в гостях у меня сегодня Михаил Темниченко, вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Добрый вечер, Миша. Здравствуйте, добрый вечер. Итак, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе, к нашему эфиру. Как всегда, вы можете это делать тремя способами. Либо позвонив по телефону в студию. Телефон, называю еще раз, 6510-996, код Москвы 495. Также, зайдя на сайт finam.fm, задать вы можете свой вопрос. И те, кто сейчас на сайте холдинга finam.ru, традиционно присоединились к видео-варианту нашего эфира. То есть, все, что происходит в студии, они видят вот эту камеру, видят меня, видят Михаила. И, соответственно, могут задать вопросы в чате видеоконференции. Это вы все знаете, но на всякий случай я традиционно напоминаю. Ну и сегодня четверг, середина рабочей недели. Хотя, как вы понимаете, остались считанные дни до Нового года. И рабочей эту неделю можно назвать с большой натяжкой. И тем не менее, давайте, картина маслом. 18.04 в Москве. Что происходит на основных мировых финансовых площадках? Начинаем мы традиционно с главной. Это с отечественной, с российского фондового рынка. Ну, потому что все остальные присоединятся к чуть позже. Итак, на 18.05 индекс РТС прибавляет 0,7%. 1528, у меня есть возможность закрепиться выше 1500. По итогам хотя бы сегодняшней торговой сессии посмотрим, получится ли это или нет. Ну, в любом случае, сейчас пока все оптимистично выглядит. Индекс ММВБ также в плюсе на 0,5%. 1487 пунктов его текущая котировка. Значит, японский индекс Nikkei сегодня в отрицательной территории. Ну, а Европа вяло-вяло в плюсе. Как минимум, вот, Фудси 100, я вижу, прибавляет чуть больше 0,1%. Сырьевые рынки и Форекс. Нефть марки Brent. Традиционно мы с нее начинаем, на нее смотрим. Торгуются выше 110 долларов за бочку. 110.16. Текущая котировка. Золото продолжает, видимо, огорчать, кого-то радовать. Значит, продолжает волатильную торговлю. И вновь обновило оно недавние минимумы. 1656 долларов за унцию. В моменте, я наблюдаю, продолжает тестировать. Кстати, вчера мы с нашими коллегами говорили, что с технической точки зрения золото тестирует 200 дневную скользящую среднюю и линию восходящего дневного тренда. Посмотрим опять, пробьет, не пробьет. Далее, индикаторы рынка Форекс. Евро-доллар 1.32.88. Пробиться выше 1.33 пока не удается, но, тем не менее, уверенно держится выше 1.32 с полтиной. И, в общем, так оптимистично смотрится эта пара. И основной набор голубых фишек сегодня разнонаправленный традиционно, но, тем не менее. Позитива больше, я вам хочу сказать. АвтоВАЗ продолжает отскакивать. Ну, я бы так сказал, продолжает скакать туда-сюда. Сегодня у него позитивный подскок больше процента. Далее, Газпром воспрял духом, судя по всему. 142 рубля уже с лишним. Тысяча, ну, пардон, больше процента, да. 1,7%. ГМК Норникель больше процента. Лукойл больше процента. Все это в плюсе и все, наверное. Больше интересных никаких историй я не вижу. Остальное достаточно скучно. Ну, что ж, жизнь продолжается. И, как мы видим, несмотря на приближающиеся праздники, продолжается она и на мировых финансовых рынках. И только что мы в этом с вами убедились. А теперь давайте вернемся, а точнее начнем серьезный разговор на заявленную тему «Биржевая торговля товарами и энергоносителями». К многим нашим инвесторам-спекулянтам, я уверен, это будет интересно. Потому что, ну, если позволить, основная идея. Потому что, оказывается, ничего личного, только бизнес. Оказывается, существует в России еще одна достаточно интересная площадка, на которой есть возможности, на которой, да, на которой есть интересные инструменты. И я так думаю, что сегодня Михаил Тимниченко раз расскажет нам, как это выглядит и какие у нас перспективы. Ну, в плане трейдинга, я имею в виду. Миш, давай. Ну, согласен. Безусловно, есть еще одна площадка в России, помимо Большой Объединенной Московской биржи. Значит, эта площадка известная под длинным названием, которое уже наши слушатели услышали. Но еще, так сказать, на сленге ее можно назвать нефтяной биржей. То есть, вот в кулуарах нас называют нефтяной биржей. Просто нефтябрь, или Санкт-Петербургская нефтяная биржа. Другой нефтяной биржи в России нет. В России нет? Ну, тогда российская нефтяная биржа. Чтобы понимать, о чем идет речь. Можно и так. Хорошо, я понял. Теперь, если мы увидим нефтяную биржу, да, по крайней мере, будет понятно. Да. Значит, создана она была совсем недавно, по мировым меркам, в 2008 году. Это был... Сразу вопрос интересный. До кризиса или после? До. До кризиса. Понятно. Как обычно бывает это. Ну, кризис, слава богу, не сказался на процессе создания биржи. Она получила лицензию в сентябре 2008 года. И, собственно говоря, в этом же году осенью состоялись первые сделки на бирже. Особенностью нашей товарной биржи является то, что первые сделки были именно с реальным товаром. То есть, во всем мире commodities – это деривативы. А на нашей площадке инструментом, первым инструментом торгуемым стало дизельное топливо в трубе. Ну, это некий, опять сленгом, если пользоваться, спотовый рынок, где есть покупка, есть товар, есть поставка его. Это спотовый физический рынок наличного товара. Такого бочки с моторным топливом, которые ездят по системе железных дорог, качаются по трубе, хранятся в резервуарах. И первые три года биржа активно занималась развитием именно рынка нефтепродуктов спотового. Ну, это были непростые годы. Винки не очень хотели торговать на бирже. Соответственно, ну, и какое-то административное давление оказывалось. Но так вот потихонечку все вошли во вкус. Спотовый рынок развился. Если в 2009 году оборот составил 850 тысяч тонн за весь год, то по итогам 2011 года оборот биржи уже составил 11,5 миллионов тонн. Это 15% от всего внутреннего рынка. Это уже серьезные цифры. Да. И вот по этому году мы идем где-то на уровень 9 миллионов 800, ну, там, 500-800 тонн будет по итогу года. Это реально физические сделки с нефтепродуктами. И где-то вот на середине этого пути мы сделали логический переход к тому, что, наверное, как раз вот и называется этим славным словом трейдинг. Да, да, да. Мы запустили рынок деривативов. Начали с поставочных инструментов. Тогда, в общем-то, о расчетных речи не шла по очень простой причине. Непонятно, по какому показателю рассчитывать. Вот. И в декабре 2010 года мы запустили первый поставочный дериватив. Ну, дизельное топливо лейтинг. Ну, это нормально. Это уже такая символ, да, как мы ее назвали, символ? На сленге ты сказал. Нефтяной биржи. Нефтяной, да, символ нефтяной биржи. Ну, возможно, да. Дизельное топливо. Ну, как, ну, а что... А, кстати, логотип есть у нефтяной биржи? Это на Айси, помимо бренда Газоэль. Нет, все правильно, все правильно. Соляр в простонародье. Да-да, с чего мы начали? Ну, вы начали. Есть логотип какой-то? Недавно московская биржа представила такой забавный логотип. Его сейчас все в интернете обсуждают. Я все время читаю. У нас, естественно, есть свой логотип, но он значительно более простой. К дизельному топливу никак не относится. У нас цвета, скорее, те, от которых биржа отказалась, белоголубые. Понятно. Вот, нет. Земной шар, две половинки. Ну, правильно, глобальные такие вещи. И растущий тренд. Вот. Потому что коммодитис всегда растут. Главное, чтобы, да, тренд был. Да, и, собственно говоря, вот сейчас на нашей бирже существует два основных рынка. Это первый основной рынок – рынок спотовых сделок с нефтепродуктами различных видов. Второй рынок – это уже срочный рынок, который мы активно развиваем. И буквально вот два месяца назад запустили новую линейку уже расчетных инструментов. Вот этот сегмент рынка, я думаю, будет как раз интересен тем, кто торгует финансовыми инструментами. Значит, поскольку… Что там за инструменты? Давай прям перечень какой. Значит, это фьючерсы на четыре индекса стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке. Значит, нефтепродукты следующие – дизельное топливо летнее, автомобильный бензин 92, регуляр 92, топливо самолетное, оно же авиационный керосин, ну и традиционный, так сказать, темный продукт – мазут. Вот эти четыре индекса, которые мы рассчитываем по результатам биржевых сделок, положены в основу фьючерсов, и на каждый из этих индексов сейчас обращается две серии деривативов на три и на шесть месяцев вперед. Это вот то, что называется расчетные, да? Это расчетные инструменты. Инструменты, любимые спекулянтами. Ну, они любимые хеджерами. Хорошо, но мы о своем прежде всего. Так, ясно, ясно. Дальше. Ну, давай, времени не так много осталось. Значит, я хочу еще раз сосредоточить внимание наших уважаемых слушателей, особенно тех, кто любит, так сказать, торговать деривативами, да, и кто ищет более, ну, с разных точек зрения интересные, новые, может быть, да, еще малоузнаваемые площадки. Вот сегодня как раз тема для них прежде всего. Сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш разговор. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем биржевую торговлю товарами и энергоносителями. Кстати, наверное, стоит будет поговорить, а нужна ли она. Ну, такой глобальный такой вопрос. Значит, представляю еще раз моего гостя. Это Михаил Темниченко, вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В простонародье звучит она как... Нефтяная. Нефтяная. Нефтяная биржа. Теперь мы знаем, что это такое и где она находится, что самое главное. Значит, мы сегодня говорим о том, что в России, оказывается, есть еще одна значимая торговая площадка, значимая с точки зрения спекуляций. Как сейчас уже потихонечку выясняется, да, Миша рассказывает о том, что есть инструменты срочного рынка, которые специально для любителей, так сказать, восходящих трендов, да, Валент Мелокин? И даже для любителей зашортить, наверное, да? Пока зашортить. Пока зашортить, понятно. Вот. Ну и основной... Вот об этом, кстати, давай сейчас и поговорим. Основное... Основное количество, да, игроков, это прежде всего те, кто смотрит на рынок спотовый, рынок с реальной поставкой. Кто там? Ну, естественно, сейчас большая часть участников биржевой торговли приходится на спотовый рынок, поскольку он уже пять лет развивается. Значит, сейчас мы имеем порядка тысячи активных игроков на этом рынке. Ну, безусловно, представлены абсолютно все винки и крупные производители нефтепродуктов и все значимые нефтепродуктовые трейдеры, поскольку, в общем-то, те объемы, которые проходят на биржевых торгах, они привлекают интерес всех. Ну, некоторую роль в этом, безусловно, еще сыграло и то, что правительство в лице Федеральной антимонопольной службы предъявляет определенные требования к самим торгам. Буквально там несколько месяцев назад вышло постановление правительства о равномерности и регулярности продаж. Так. Поэтому каждый участник нефтепродуктового рынка знает, что биржа – это вот такое место, где можно прийти и, что называется, продукт всегда будет. А он действительно всегда будет, продукт? Ну, он всегда есть. Он всегда есть. Слава богу. Вопрос цены. Да, это понятно. Кстати, как формируется цена? Исключительно спрос-предложение? Есть какие-то еще дополнительные подводные камни? Ну, на бирже исключительно спрос-предложение. Ну, у нас совершенно стандартная торговая система. Мэчинг – непрерывный двойной встречный аукцион. Соответственно, сделка заключается по цене лучшей встречной пересекающейся заявки. Поэтому, безусловно, по какой цене поставил в стакан, по такой цене и получил. То есть, в общем, все абсолютно рыночное. В этом смысле, как бы, все хорошо. Но, естественно, что наш сегмент рынка не может жить в отрыве от остальных 85%. И мы, безусловно, ходим вместе с основным рынком вверх-вниз. Ну, то есть, ориентируемся, как традиционно, на него, на основной рынок, да? Тут сложно сказать. Все-таки трейдеры, которые торгуют на стороне винков, например, продавцы, они же тоже люди, у них KPI свои. То есть, они должны прибыль показывать. Поэтому они стараются продавать дороже. Соответственно, вот они смотрят. Ага, биржевая цена там выше. Вон туда, значит, ставят заявку. И тут то ли мы ходим за внебиржевым, то ли внебиржевой за нами, то ли мы друг за другом. Сейчас я бы сказал уже, что смотрят и на тот, и на тот сегмент. Тем более, что заработала полтора года назад, в марте, система регистрации внебиржевых сделок с нефтепродуктами. И теперь все доминирующие производители свои сделки на внебиржевом рынке также отчитывают на товарную биржу. Буквально в этом году у нас было, значит, отчитано сделок на 39 миллионов тонн уже. Это, собственно говоря, сложить с 10 миллионами тонн биржевых продаж. Получаем 50 миллионов тонн, весь объем внутреннего рынка 80 миллионов тонн. То есть понятно, что придя на биржевой там сайт, можно увидеть фактически картинку там 60-70% рынка спотового. И дальше хочешь в аналитике используй. Это ведь реально, это как минимум оценка продаж нефтяных компаний, которые у нас блю-чипсами на фондовом рынке все являются. Да, это такая картина российского рынка, как минимум этого сегмента. Фактически можно оценить, я бы сказал, даже выручку компаний от продаж. Так вот, не дожидаясь годовых отчетов. Совершенно верно. Вот что касается российского сегмента или может быть не российского сегмента, вот история всегда, как минимум и на московской бирже, и на любой другой, всегда связана с тем, что насколько интересно то, что происходит у нас, нашим иностранным коллегам, давай их так назовем, коллегам. Вот есть ли доступ у иностранцев непосредственно на нефтяную биржу напрямую, да? Если не напрямую, то опять, да, путем ассимиляции каких-то, и вообще есть они там или нет? Безусловно, доступ есть. Ну, до этого года, в принципе, иностранцы могли даже становиться членами биржи, ну, поскольку пока мы регулируемся законом о товарных биржах и биржевой торговле. С 13-го года вступает закон об организованных торгах в силу, и там уже, к сожалению, или, может быть, к счастью, нет разрешения для нерезидентов напрямую становиться членами биржи, участниками биржевых торгов. Но выход в качестве клиента, он, собственно говоря, ничем не ограничен. Поэтому, в общем-то, иностранцы вполне могут торговать. Пока у нас их, я бы не сказал, что много, может быть, там какие-то единицы присутствуют. Вот в силу того, что практически все наши инструменты сейчас, это все-таки инструменты ориентированы на внутренний рынок, это инструменты внутреннего рынка. И это вот результат того, что мы изначально все-таки старались делать рынок именно для российских участников, на российских базисах, и формировать российские индикаторы. Тому, кто хочет торговать брендом, надо идти на Айс, это понятно. Для того, чтобы быть тут успешными внутри страны и что-то новое создать, нужно предлагать то, чего нет. Российского рынка товарных инструментов, спотовых, производных, его не было. Вот, я тоже хотел поправить тебя, да, ты уже так обрубить, я смотрю, хотел, да. Нет его, его не было, до восьмого года его не было, а теперь он есть. Мало-мало он есть. Поэтому мы, в принципе, конечно, так на иностранцев посматриваем одним глазом, скорее даже в привязке не к нефтепродуктам, а к нефти. Потому что по нефтепродуктам бенчмарк уже есть российский. Ну да. Теперь надо замахиваться на нефть. Это правильно, и потом опять возвращаемся мы к этой теме. Ну, эта идея, насколько я слежу за средствами массовой информации, давно витает в воздухе, и наверняка она объективно какие-то под собой какую-то базу имеет, сделать Россию, ну, если не главной, да, торговой площадкой, нефтью, что логично, поскольку у нас запасов там, то, по крайней мере, значимой. Вот есть у вас в планах, там, может быть, какой-то не очень близкой перспективы выйти, вот как известный герой говорил, да, замахнуться на вильяма нашего Шекспира. Вот есть такие планы? Безусловно, есть. Вот что называется, как сон в руку. Буквально вчера было мероприятие в такой замечательной компании, как Транснефть. Это новогоднее мероприятие? Нет, это мероприятие было, скажем так, тематическое, посвященное именно нефтемарке ВСТО. И там, собственно говоря, шла речь о том, что благодаря многим факторам, в принципе, складывается такая вот ситуация, когда создание бенчмарка на основе российских сортов нефти становится все более и более реальным. То есть это обусловлено... Даже реальным с технической точки зрения или реальным с точки зрения востребованности? Ну, реальным это значит, что все факторы складываются. То есть появляется... Ну, про Юрлс не будем, Юрлс это, так скажем, избитая тема. Ну, да. Вот. Появилась нефть ВСТО, достаточно локализованная в одной точке. Такой... Я понимаю, что порт Казьминой это, может быть, Никушенко в Америке, да? Но, тем не менее, там сейчас 30 миллионов тонн, там через некоторое время 50 миллионов тонн. Мехабельное начало. И, главное, эта точка локализована, да? Ее можно использовать как точку ценообразования. Вполне. Вот. Плюс снижается доверие к признанным маркерам. То есть бренд физически схлопывается. То есть бренд это фактически уже не физический рынок, а деривативы. Вот по этой причине, да? То есть есть некий, так сказать, известный пузырь все-таки в бренде, да? Ну... Схлопывается интересный, ты говоришь, по какой причине? В первую очередь схлопнулся в физический рынок бренда. То есть если в лучшие времена это там были миллионы баррелей в день, то сейчас, собственно говоря, вот там бренда корзина, по которой все рассчитывается, она составляет проценты от общего мирового рынка нефти. То есть это маловато. Маловато, конечно. Ну, по крайней мере, если мы говорим, да, то есть... По пальцам можно перечислить, да, то, на что мы ориентируемся. Вот, и это при том, что, на самом деле, бренд индекс сейчас состоит из четырех сортов нефти уже. То есть к бренду добавили еще три таких там, ну, как-то похожих, чтобы все это хозяйство стабилизировать. Вот, и вот мировые игроки, они уже вот не первый год на конференциях, вот если походить на конференции, посвященные именно нефти, торговле нефтью, там вот этот вот вопрос о том, а что дальше? Он с каждым новым мероприятием все острее и острее. Что дальше? Что дальше? Пожалуйста, есть Юрис и есть ВСТО. То есть в этой ситуации мы как бы можем предложить, да, что дальше? Если там тупик, а здесь вот, ребята, пожалуйста, да? Да. Любой же индикатор, это на 80, если не на 90%, это вот такое представление о нем. Да, совершенно верно. Главное там, чтобы узнаваемость, репрезентативность, уровень доверия к нему, вот к тому, как он образуется. И когда он всех этих показателей достиг, а дальше правила, да, первые полжизни работаешь на репутацию, ну, а потом репутация работает на тебя. Вот сейчас у бренда, например, ситуация, когда репутация на него работает. А у нас такая ситуация, когда мы можем репутацию создать. И буквально вот вчера как раз и прозвучали заявления, что сейчас уже можно ставить вопрос о реализации этого проекта, он не будет быстрым. Ну, то есть это там, возможно, там до пяти лет займет. Ну, пять лет, это, в принципе, не такой большой срок. Хорошо, мы продолжим разговор, сейчас слушаем новости, а потом наш эфир. Итак, мы продолжаем сегодняшний эфир. Уважаемые слушатели, сегодня говорим о возможностях биржевой торговли товарами и энергоносителями. Эти возможности у нас в России, действительно появляются эти возможности. И даже, я бы так сказал, более корректно, они существовали уже некоторое время. Просто, к сожалению, мы о них не так много знали. Вот сегодняшний эфир этот пробел удалит. Потому что в гостях, во-первых, я представлю еще раз, Михаил Темниченко, вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Напомню, на сленге это называется «нефтяная биржа». Вот, а сегодняшняя встреча, сегодняшний эфир как раз и призван, собственно, рассказать более подробно, что это за биржи, да, каковы основный набор инструментов, да, кто являются ключевыми игроками и так далее и тому подобное. Ну, и обязательно мы поговорим о возможностях для частных, для частных инвесторов, для частных трейдеров, потому что есть и срочный рынок уже на этой бирже. В общем, биржа развивается. Видишь, я прочитирую один вопрос, вопрос от нашего слушателя Алексея. «Добрый вечер», — пишет он. «Скажите, пожалуйста, какой функционал у нефтяных трейдеров...» Ну, вот мы этот вопрос сейчас обсуждали за эфиром, то есть я бы слово «функционал» поменял на слово «задача», наверное, да? Вот так будет правильнее. «Скажите, пожалуйста, какая задача у нефтяных трейдеров?» «Искал в интернете, — пишет Алексей, — информацию на этот счет, так и не смог понять, почему так много нефтетрейдеров в России при том, что нефтяные гиганты в России всем известны, это госкомпании, и их по пальцам одной руки можно пересчитать». Ну, скорее всего, имелись, наверное, ввиду трейдеры, которые торгуют нефтепродуктами, вот, у них вполне себе прозаическая задача. Винки торгуют крупным оптом. Ворота завода — это место, базис, на котором продают так хорошими, там, и 5000 тонн могут продать, и 10, и... А на другом конце этого процесса, помимо крупнейших потребителей, которые, там, ну, как, например, на листке никель, там, может потреблять сотни тысяч тонн нефтепродуктов по году, стоит очень большое количество потребителей, которым, извините, даже одна цистерна не влезет. Да-да-да, некуда деть ее. Вот, и поэтому существует уже рынок среднего мелкого опта. То есть трейдеры покупают на заводах, завозят на нефтебазы, продают на заправке, продают на, там, ТЭЦ различные, продают какие-то хозяйства. То есть, в принципе, как бы, вот, если основную функцию выразить вот в каком-то одном максимально важном моменте, я бы сказал, что вот задача вот этих вот нефтепродуктовых трейдеров – это обеспечение логистики от крупных точек производства до конечных потребителей. Понятно, понятно. Абсолютно исчерпывающий ответ, я считаю. Значит, давай тогда мы вот сейчас о чем поговорим, уже непосредственно ближе к частному трейдингу, да, к частному инвестору. Какие возможности у него, и еще раз вот давай напомним, и как, собственно, на биржу, на эту, можно попасть на нашу нефтяную биржу частному инвестору? Попасть можно очень легко. Точно так же, как и на любой другой финансовый рынок. То есть, приходите к брокеру, говорите, вот мне нужны такие инструменты. Большинство ведущих интернет-брокеров наших, российских, у нас аккредитованы, и, собственно говоря, предоставляют услуги по доступу к торгам дерева, ну, фьючерсами на цены нефтепродуктов. Поэтому здесь, в общем-то, спросите, спрашивайте в аптеках города. Да-да-да, спрашивайте, спросите у вашего брокера. Спросите у вашего брокера, да. А, кстати, известный брокер, да, в стенах которого мы собрались, он предоставляет такие услуги? Ну, вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. Ну, мы, безусловно, ведем переговоры с Финаном, с Финаном на этот счет. Я просто знаю, что некоторое время назад пришли новые люди, вот, из компании «Открытие» несколько человек. В принципе, мы презентацию наших инструментов сделали, ребята как бы смотрят. Но, насколько я просто знаю, политику Финанома, они на формирующиеся рынки редко выходят. Они обычно ждут некоторое время, а потом заходят уже с оточенными технологиями. Поэтому Финаном мы сейчас пока находимся в состоянии ожидания на рынке. Ну, это, кстати, тоже будет, да, один из сигналов. Если Финаном, да, уже, так сказать, придет на этот рынок, то все остальные поймут, что, да, это достойно. Да, главное не опознать самим. Это да. Вот это правильно. Это правильно, чтобы не все разобрали. А что касается, ну, это по поводу выхода. А что касается по поводу тех возможностей, которые этот рынок предоставляет, ну, собственно, возможности ровно такие же, как на любом другом достаточно волатильном рынке. Ну, просто цифры приведу. У нас сейчас самый активно торгующийся инструмент – это индекс стоимости 92-го бензина. Значит, вот 19-го числа, когда мы запустили эти контракты, стоимость декабрьских фьючерсов, значит, составлял, первые сделки пошли, 34 800 за тонну, там, 34 500. Вот, собственно говоря, сейчас, сейчас значение индекса – 27 600. И здесь следует ключевой вопрос, да? Да, кто куда стоял? Это даже не самый ключевой, хотя с точки зрения трейдинга, конечно, интересный. Вопрос ключевой следующий. Индекс, конечно, он ведет себя как нормальный рыночный инструмент. Он то растет, то падает, да, можно заработать на росте. А что в этот момент делается на заправках-то, в ценниках на заправках? Ну, скажем так, те инструменты, которые сделаны сейчас и которые торгуются, это инструменты, ориентированные на уровень цены оптового рынка. Ну, понятно. Значит, на заправках ситуация немножко другая. То есть, вот, если посмотреть на индексы стоимости нефтепродуктов за этот год, то мы видим очень интересную историю. То есть, они росли где-то месяцев 8. И в сентябре был пик. То есть, 92-й бензин, по-моему, что-то куда-то там до 38 тысяч доходил. А потом с октября началось такое падение, что сейчас мы находимся на уровне начала года. Ну, и опять-таки, да? А на заправках ситуация немножко другая. Вот. Поэтому мы сейчас в плане развития, у нас есть как раз проект по созданию нового инструмента, именно по стоимости бензина на заправках для конечных пользователей. Причем со всякими дополнительными фишками. По нему можно будет даже выйти на поставку, получить топливную карту и потом с ней на заправку пойти. Я знаю, знаешь, я загадываюсь, почему фишки к нему предлагаются. Потому что он абсолютно неволатильным будет. Сама стоимость топлива на заправках, возможно, будет не сильно волатильна день ото дня. А вот прогноз этой стоимости на полгода вперед может оказаться довольно-таки волатильным. Ну, смотри, я вот с точки зрения обычного трейдера так рассуждаю. Если действительно, ну, ты объяснил, я теперь понял, индекс, да, связанный с тем же самым 92-м бензином, это прежде всего оптовые цены на него. И они волатильны, они могут расти и падать. А как показывает практика, у нас розницы, цена на бензин только растет, она не падает. 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 Иногда падает. Ну, мы следим за этим вопросом. Я понял. Ну, к запуску нового контракта мы обязательно сделаем аналитику со всеми историями и даже покажем те периоды, когда цены снижались. Я не так хочу сказать. Помимо бонусов дополнительных, топливных карточек, да, о которых ты заговорил, в принципе, я думаю, что это будет наиболее популярным инструментом, потому что там только в одну сторону можно вставать. Покупайте просто, да, контракт на розницу 92-го и все. Но не надо забывать, что его никто не будет продавать по текущей цене. Все же будут закладывать, как минимум, инфляция. Да, забавно. Ну, в любом случае, в любом случае, да, мы видим развитие, это очевидно. Еще один вопрос я процитирую. Почему бы нефтяную биржу, спрашивает наш слушатель, не присоединить к московской бирже? Это же в интересах будущего международного фондового или как финансового МФЦ, да, международного финансового центра. Почему бы ее не присоединить? Открою небольшую тайну. Давай. Примерно, наверное, процентов 60 персонала нефтяной биржи составляют люди с очень большим опытом работы на московской, не на московской, на ММВБ. На ММВБ. Еще на той, да? Еще на той, да, бирже, вот, которые очень высокопрофессиональны. И, собственно говоря, все их компетенции с точки зрения организации биржевой торговли, они никуда не делись. То есть все, что лучшее, что было на московской бирже, оно у нас есть. Но зато у нас есть то, чего нет у московской биржи. Мобильность, отсутствие накопленной с годами инерции, необходимости интегрировать команды со взаимоисключающими представлениями о жизни. Ну это да, это всегда сложно. Поэтому я бы, честно говоря, вот аккуратно к этому вопросу относился. А потом у ММВБ очень хорошая экспертиза в части финансовых рынков. Ну то есть я сам оторвал 10 лет, занимался 6 лет срочным рынком, 4 года фондовым. Вот. И придя сюда, на рынок нефти, нефтепродуктов, я первое время просто набирал здания. И сейчас у нас вот, например, есть очень уникальный опыт, да, у нас есть экспертиза в рынке спотовом. Потому что вот я там первый год, я там сидел в одном кабинете с другим вице-президентом, который занимался спотом. Который там торговал, занимаюсь в Роттердаме, не фьючерсами, а маслами. Там керосинок, соляры. А ты, кстати, да, к спотовому рынку раньше не имел отношения, вот когда ты, говоришь, работал на... Я, честно говоря, такой финансист, закончил финансовый институт. Потом торговал на финансовых рынках, работал на финансовом рынке. И только с 2010 года вот так вот занялся товарами. Товарами. Здорово. Ну, в любом случае, я с тобой, я с тобой соглашусь, что, конечно, да, присоединение, укрепление не всегда хорошо. Наверняка, а тем более, если мы говорим о том, что есть принципиально разные вещи. Ну, опять же, есть акционеры, акционеры у нас разные. Совершенно. Совершенно. Так, хорошо. Значит, еще один вопрос. Вот, ну, касается непосредственно опять инструментария, о котором мы сегодня говорим. Введение стандартов Евро-5 по бензину с 2013 года. Вот оно как-то отразится на... Поправлю. Давай с 2013 года Евро-3 пока. А, все, значит, у меня здесь неправильно. Евро-5 это наша голубая мечта, которая в 2017 году должна случиться. Безусловно, на отрасли это очень серьезно повлияет. Мы уже видели, так сказать, последствия перехода на Евро-2. Вот. Сейчас ожидаем перехода на Евро-3. Пока, по оценкам и Министерства энергетики, и самих нефтяников, переход на Евро-3 позволяет внутреннему рынку именно бензинов остаться в балансе. То есть, производство бензина стандарта Евро-3, которым можно будет торговать на территории России, оно чуть-чуть больше, чем потребление. Вот. Поэтому, если не будет каких-то, там, негативных, в общем-то, таких кризисных моментов, не знаю, там, не планах остановок, там, заводов, еще чего-то, то в целом мы должны достаточно спокойно через это перейти. Другие продукты, там, ну, на дизельный топливо вообще, я считаю, никак не скажется. У нас дизельное топливо, извиняюсь, там, на 50% идет на экспорт, поэтому, там, его просто столько, что... Вот. А мазут, вообще, там, 90% мы не знаем, куда... Ну, не то, что не знаем, мы... Ну, да. Потребляем только 10. Да-да-да. Кому бы предложить. Кому бы предложить. Вот. Поэтому, ну, в общем, поскольку это касается, в основном, бензина и дизтоплива, в общем, по бензину есть такой некий узкий момент, его надо аккуратненько пройти. По дизелю вообще проблем я не вижу. Я понял. Хорошо. Хорошо. Значит, еще у меня... Давай я вопросик озвучу, и, в принципе, мы уже пойдем на рекламу. Ну, такой глобальный, если позволю, как раз после тогда новостей мы об этом поговорим. Как ты думаешь, наверное, может, не совсем корректно это прозвучит, но вот если абстрагироваться от того, что ты вице-президент нефтяной биржи, да, что это твоя, собственно, сейчас, твою детище, да, твоя работа, в принципе, нужна ли вот именно биржевая торговля в России энергоресурсами, вот, в частности, то, о чем мы говорим, да, энергоносителями? Ну, ответ, безусловно, да. То есть, если бы она была не нужна, ее бы и не было. Ну, даже если говорить, что мы там строим МФЦ, мы там боремся за привлечение сюда иностранных игроков, все равно нужна вторая нога. Комодитис во всем мире – это половина рынка. Сейчас новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, вновь в эфире «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем сегодня биржевую торговлю товарами и энергоносителями. Нигде-нибудь на Санкт-Петербургской международной товаросредневой бирже или в простонародье нефтяная биржа такая есть у нас. К счастью, в гостях сегодня Михаил Тимниченко, вице-президент этой самой нефтяной биржи. Ну и давай, Миша, вернюсь я к вопросу, который до новостей пытался озвучить. На самом деле, если посмотреть более глобально на эту вещь, ты начал уже отвечать. С учетом стратегических задач, которые правительство, президент ставит перед нами. То есть создание международного финансового центра или шагов в направлении все более и более комфортной инфраструктуры для привлечения иностранного капитала. Вот с этой точки зрения, что можно сказать? Ответ на то, на вопрос, нужна ли биржевая торговля, он, понятно, читался, это естественно, но в частности. Ну, мы можем его даже разбить на такие сегменты. Просто посмотрим, а кому она нужна. Нужна ли биржевая торговля государству? Нужна. Очевидно. Проявленные цены, репрезентативные индикаторы, ну и, собственно говоря, конкуренция. А нужна ли биржевая торговля винком продавцам? Четыре года, пять лет назад ответ был бы нет. То есть они справляются самостоятельно? Да, то есть люди привыкли работать, были какие-то технологии, все как-то. Сейчас нужна. Почему? А что изменилось, бирж? У нас, например, изменилось налоговое законодательство. Вот, и если сейчас там появилась такая понятие, как контролируемые сделки, и по каждой контролируемой сделке будь добро доказывать цену, если она не биржевая. Да, да, да. Если биржевая, значит не надо администрировать весь этот процесс, придумывать какие-то экономические расчеты. Более того, у нас вот, например, самый активный, в смысле, продаж игрок, компания ТНК. Вот. Между прочим, из всех винков ТНК самая рыночная. Вот. И совершенно понятно, почему они активно торгуют на бирже. Потому что экономикой цены лучше. То есть люди продают, люди зарабатывают для своей компании деньги. То есть винком тоже нужна. Вот. Собственно говоря, нужна ли биржевая торговля биржи? Конечно, нужна. Зачем она тогда нужна? На этом деньги. И, наверное, может быть, самый интересный вопрос. А нужна ли биржевая торговля, собственно говоря, участникам финансовых рынков? И ответ тот же самый. Да. Посмотрите, что у нас происходит с отечественным финансовым рынком. Да, вот последний там год-два он схлопывается. То есть те же брокеры говорят, а нет бизнеса, нет новых инструментов, нет новых торговых идей. Пожалуйста. А тут зарождается целый класс. Ну, то есть просто пласт новых инструментов. Пожалуйста, предлагай своим клиентам все, что угодно. Завоевывай новую клиентуру. Делай структурированные продукты. То есть рождается то, чего никогда не было. Нельзя сделать для внутренних потребителей структурированные продукты в энергоэнергетике, привязанные к цене бренда или к газоле на… Ну, так и происходит сейчас. Да, потому что случится какое-нибудь расхождение рынков, и все, и все попали. А на индексах именно внутреннего рынка это можно все делать. Поэтому я считаю, что вот то, что сейчас рождается, это просто поле возможностей для всех желающих. Кто там не поленится, что называется, нагнуться и там не пройти мимо. Ну да, вот сейчас опять мы возвращаемся к тому, что момент главный, не прозевать момент. Потому что, да, самые лакомые кусочки, они вот сейчас именно. Ну, тут скорее я бы сказал, первые вспахивают. Лучше всего, наверное, быть вторым. Вторые собирают уже. Да, но как раз вот сейчас, по-моему, настало время вторых. Хорошо. Вернемся, тем не менее, вновь непосредственно к бирже, непосредственно к инструментарию. Вот за эфиром мы с тобой беседовали. Ты рассказывал очень интересно о некой специфике, да, именно этих биржевых инструментов, о сезонности там, о каких-то других. Да, рынок действительно интересный. На нем можно торговать и в тренды, и там прогноз надолго, можно торговать, используя сезонность. Ведь сезонность как работает? Все понимают, что она есть. Но все равно... Тем более, если это связано с энергоносителем, с нефтепродуктами, прежде всего. Ну, холодное время года наверняка спрос на нее увеличить. Ну, обычно так рассуждаем. Естественно, то есть, ну, по факту, как бы, что происходит, там, кончается зима, весной спрос растет, начинают увеличиваться цены. Да, то есть, лето, там, сезон максимального потребления, то есть, соответственно, пик. Осенью, там, возвращается из отпусков, там, снова, там, скачок. Там, к зиме опять это все снижается. То есть, вот, по любому продукту, если вот взять эту сезонность, посмотреть, то можно, в общем-то, интересные всякие торговые идеи делать. Раньше, скажем так, обычному игроку с фондового рынка, на это даже посмотреть было негде. Ну, как ее увидеть? А сейчас, вот, главное, я считаю, что мы добились, вот, к настоящему моменту времени, вот, те индикаторы, которые мы сейчас считаем с 2008 года, вот, каждый может взять, посмотреть. Хочешь технический анализ применяй, хочешь, там, арбитраж ищи. И на все эти индексы, пожалуйста, вот у тебя линейка инструментов, на которых стоят маркетмейкеры, на которых двухсторонние котировки. И делайте свои прогнозы. Делайте деньги, деньги. Да, делайте деньги, господа. А, Миша, огромное спасибо, времени не так много, и уж, коли зашла речь о прогнозах, и, опять-таки, напоминаю, да, для слушателей, Миша в прошлом и в настоящем, я уверен, потому что это не проходит с годами, да, он активный сам трейдер, он человек, которому рынку отдал очень много времени. Вот, несколько, буквально, прогнозов, ну, если не возражаешь, то прогнозов близких тебе, я имею в виду, по финансовым площадкам, ну, может быть, как ты смотришь на, в средний срок, да, как будут двигаться цены на нефть, ну, основные, может быть, марки или нефтяные компании, что тебе интереснее? Да, такой, на самом деле, неожиданный вопрос, я просто за фондовым рынком так слежу сейчас крайне мало. Ну, о неких тенденциях. В этом случае тоже в материале. Да, я, честно говоря, все-таки думаю, что рынок нефти, ну, опять же, это, как бы, там, не позиция биржи, это, там, просто, я у себя, как личное мнение, я думаю, что сейчас рынок нефти находится на неком таком уровне, который действительно устраивает большинство участников, вот, поэтому ожидать, там, переоценки, там, сильно вверх или сильно вниз, думаю, не стоит. Скорее всего, мы увидим какой-то такой вот флэт, там, или боковой коридор, но думаю, что он будет, там, достаточно, все-таки широкий, поскольку, вот, всякие, там, события новостные происходят, и это так или иначе оказывает влияние. Ну, так вот, собственно, сланцевой нефти у нас в ближайшее время не ожидается, поэтому и падать вроде там тоже каких-то особых предпосылок. А, кстати, вот, по поводу сланцевой ты заговорил, перспективы у штатов, да, в этом отношении, как ты их оцениваешь? Ну, если говорить про нефть, то вот сланцевая тема, она пока еще, скажем так, не сильно разработана, да, то есть газом у них там, конечно, все это двинулось намного дальше, вот, но, с другой стороны, штаты сейчас, вот, там, начинают решать проблему со своей нефтяной инфраструктурой. Она, на самом деле, сейчас замкнутая, да, они пытаются там сделать сейчас возможность, чтобы можно было больше нефти отгружать, вот, это, скорее всего, придет к тому, что дифференциал между WTI и Brent будет сокращаться. Вот, здесь, наверное, может быть какая-то торговая идея, как мне кажется. Арбитраж тот самый, о котором... Да, да, да. Миша, огромное тебе спасибо, уважаемые слушатели, я еще раз напомню, сегодня в гостях был Михаил Кемниченко, вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В простонародье нефтяная биржа. Я вас благодарю за внимание, я благодарю еще раз Михаила, в общем, традиционно, смотрите на рынок, участвуйте в торгах, успехов на рынке, всего хорошего, до свидания. До свидания.